всем привет ребята многие мне пишут в комментариях да и так спрашивают чем кормить чем пропаивать попугаев допустим там какими витаминами лучше кто-то скажет чектоник кто-то скажет мультивид там три вид там что-то еще какие то есть иностранные есть немецкие есть бельгийские препараты там всякие для улучшения допустим чтобы чтобы хорошо вылуплялись птенцы к примеру да вот бывает яйца оплодотворенные а птенцы не вылупляются или допустим чтобы птицы лучше споровались там источник селена источник витаминов группы b буквально все витамины буквы b есть в этом растении которое я вам сегодня покажу это источник и селена источник этой самой аскорбиновой кислоты источник витамина c то есть это в общем это кладец это будет назовем это кладец для попугаев и для канарей сейчас я вам все продемонстрирую и покажу как допустим как попугаи кушают это и как канарейки кушают это вот видите тут небольшая грядка небольшая грядка у меня есть сейчас ближе подойдем друзья наверняка вы уже узнали если не узнали я вам сейчас расскажу я вас познакомлю сегодня самым уникальным растением в мире это называется чеснок на сегодняшний день чеснок побеждает все известные вирусы все известные микробы этот чеснок мы берем ножничками я сделал ножничками отрезаем вот так вот молодую молодую зеленую ботву видите вот эти вот желтые сухие уже не надо это пускай остается или ну можно просто выкинуть вот нарезаем молодую зеленую ботву допустим если у вас там несколько как было сориентировать так в общем если канареечка то вот такой вот один свеженький молоденький если попугай ну дайте вы ему чуть побольше вот такой дайте он там покушает сколько надо он в принципе много не съест сейчас я нарежу немножко и пойдемте в общем пока буду резать я вам попытаюсь рассказать но общем кому прям очень интересно что содержит буквально чтобы хотите знать что содержит молодая ботва чеснока это молодые листья чеснока можете взять энциклопедию или какие-то другие источники откуда вы подчерпываете знания и там познакомиться что содержит именно ботва молодая ботва чеснока но я вот так вам на скидку скажу что здесь есть все витамины группы b витамин c витамин а витамин е в общем принципе тут много очень витаминов много очень аминокислот полезных жиров белков углеводов в общем друзья если вы никогда не давали чеснок то начните давать и это профилактика всем ну вот я нарвал сейчас я вам пойду продемонстрирую значит это будет профилактика всех вирусных инфекций которые с которыми могут подвергнуты быть попугаи в плане вот дыхательные пути допустим если мы придем с вами к ветеринару или там к доктору птичьему да и спросим ждайте нам попугай тяжело дышит он нам даст семейство тетрациклиновых антибиотиков это будет доксициклин там тетрациклин или ото или оксициклин вот это а вот вам натуральный чеснок без без всяких повреждений на печенку а наоборот он улучшает пищеварение он улучшает сердечно-сосудистую систему попугая то есть кровоснабжение улучшает то есть чеснок я вам рекомендую если никогда не давали начните потихонечку понемножечку через день сегодня листик послезавтра листик и посмотрите как ваша птичка примет и будет кушать сейчас пойдемте покажу как попугаи как канарейки будут это все дело употреблять сегодня нам попозируют такие прекрасные попугаи здесь у меня розела пинантовый отвернулся сейчас он зелень увидит сразу прибежит вот он будет позировать ну и возьмем этот детский сад канареек сейчас я им на прищепку сюда размещу молодые листья чеснока и соответственно сюда размещу сейчас листья чеснока немножко отойду в сторону и мы с вами посмотрим как птицы ну сначала давайте попугая посмотрим а потом канарейкам дадим и посмотрим канарей чтобы а то получится пока попугай будет кушать канарейки ну я не успею двоих сразу снять сейчас постепенно будем снимать кстати здесь у меня сидит самочка что помните у нее яичко застревала потом она донеслась у нее вторая кладка снова начали яички застревать какие-то резиновые получаются яички в общем я ее снял соревнования она пока одна сидит завтра я самца посажу есть у меня есть вариант поменять эту пару на пару какариков потом попозже расскажу про это и так сейчас я буду устанавливать чеснок и покажу вам я думаю начнем пожалуй с канареек сейчас я тут стану они что же такие смущенные если я буду стоять рядом особо есть не будут в общем сейчас понаблюдаем как птицы это будет все кушать ну а так имейте ввиду если будет у вас возьму возможность где-то нарвать чесночка такого зелененького хорошенького нарвите помойте просто холодной водичкой под краном и предлагайте своим птичкам не переживайте не за поносы в принципе переедание тоже здесь быть не может вы давайте в разумных размерах и все будет хорошо так то в принципе если канарейки допустим насыпать просто рапса канареечного семя она наестся канареечного семя пожиреет и принципе кеннер даже петь может перестать надо как бы немножко с умом кормить и все будет хорошо вот смотрите как получается сегодня утром я предлагал канарейкам одуванчик они съели вы знаете я даю сейчас уже начал давать одуванчика в больших количествах они его съели с утра сейчас у нас два часа дня три часа дня то есть как бы после обеда уже пришло я им чеснока повесил и посмотрите они снова пробуют интересуются кушают клюют то есть если бы я наверно сразу дал если бы они сегодня не не ели бы этот самый одуванчик то наверное они сейчас бы все накинулись но тем не менее смотрите канарейки прекрасно жуют вам видите жуют отпрыгивают чистят клюв возможно немножко он им жжет но опять таки смотрите они вы протирают клювик и возвращаются снова на чесночок вот видите как он им нравится если сравнивать к примеру с одуванчиком то одуванчика не охотнее едят но чеснок тоже нет повторюсь значит так смотрите я сейчас вам повторюсь чтобы вы понимали если вы никогда не давали своим канарейкам вот эти вот листья чесночные то будьте готовы к тому что первое время канарейка неохотно будет поедать этот чеснок вы тогда вешайте просто один чеснок чтобы не было альтернативы никакой в плане зелени потому что сейчас повесить знакомую траву и незнакомую они начнут сперва знакомую кушать наедятся а возможно чеснок и позабудут и вовсе так что друзья вешайте понемножку молодой чеснок пускай привыкают пускай клюют это все будет на здоровье сейчас покажу вам как попугай ест ну там конечно совсем я думаю будет сейчас другое сейчас вы увидите пойдемте попугая посмотрим так где он тут вон он сидит видите как сидит наелся напился и не подходит сейчас как только я а вот я сейчас покажу вам давайте попробуем вот я сейчас и так поманю просто его чесноком зеленкой не знаю может камера смущается обычно он так как увидит сразу прибегает кстати давайте придумаем название кличку прозвища моему попугаю вот самец красный самка соломина так значит не хочет идти сейчас я привешу на прищепку чуть отойду и мы посмотрим друзья ну прям вредничает попугай не идет он есть чесночок видимо он уже наелся по правде сказать утром был чеснок у них они реально наелись и чеснока и пижмы наелись так что у них сегодня сейчас у них как бы сон послеобедничный а вот канавейки эти напротив вон смотрите дербанят как видите видите смотрите один подойдет покушает другой подойдет покушает и главное отскакивает клюв чистят и возвращаются в общем смело я вам советую рекомендую хорошая вещь ботва чеснока так а попугай пришел не не пришел сидит ну что ты сытый сытый довольный жизнью и не бежишь не ведешься на мой чесночок но наелся наелся сейчас друзья вот я вам покажу тут у него кормушка есть вот почесать затылок велики вот так вот он живет у меня попугай люди нам попозируй на чесноке покушать чесночка не хочешь ладно завтра покушаю я может сниму завтра так смотрите сейчас покажу я вам как он ел остатки от чеснока покажу здесь вот у него такая ручка интересная если 6 вот тут видите остатки зеленые и здесь вот пожалуйста видите это они кушали утром вот так вот это остается от чеснока сейчас если я новую порцию не дал бы чеснока то вот эти вот опилочки остаточки они бы до вечера все съели а сейчас получается полдень птица в принципе наелась вот видите она и здесь шелухи много разной водичка чистенько стоит ну и не хочет нам позировать ну ничего страшного мы мы на него в принципе не будем обижаться потому что он так парень у меня хороший так что друзья все вот сегодня мы поговорили с вами о чесночке подписываемся продолжение следует всего доброго до свидания все пока пока